Открытый турнир по флорболу Сергеево-Пасадского городского округа состоялся в спорткомплексе «Луч». Турнир «Весенние лучики» проходит с 2003 года. Тогда же в нашем округе появилась первая команда флорболистов. Ее организовал Вадим Пилипенко. Флорбол впервые зародился у нас в 2003 году. Проходил семинар учителей физической культуры в Королеве, где я узнал об этом прекрасной игре. Ну и в общем-то стал внедрять свой план в жизнь. Ну, Сергеево-Пасадский, мой последний – это Пузаткин Александр Владимирович. У нас сейчас четкое разделение. Я тренирую команду девочек флора, он команду мальчик-мегалеон. Как флора, так и мегалеон мы конкурентоспособны на соревнованиях, турнирах, не только внутрироссийских, и на международных. В турнире «Весенние лучики» приняли участие 8 команд из Москвы и Подмосковья. Играли мальчишки 2010-2011 годов рождения. Допускалось укрепить команду представительницей слабой половины человечества. Что касаемо привлекательности, ну, наверное, доступности, он очень доступен для детей. Они требуют специальной физической подготовленности, как хоккей-шайбы у нас, альтернатива, если мы рассматриваем хоккейные виды спорта. Поэтому преимущество флорбола, наверное, в этом, что любой может взять клюшку, которая не так дорогу стоит, которую можно где угодно купить и спокойно начать заниматься. Как в школе, так и на спортивной секции уже в дальнейшем, если уже понимает, что хочет развиваться дальше, уже есть спортивные секции у нас. Да, пока их немного по всей России, но, тем не менее, они есть. То, что флорбол доступнее, чем, скажем, похожий на него хоккей, подтверждают и сами спортсмены. Ну, потому что на коньках у меня не получается так сильно, а вот во флорболе бегать в ботинках лучше получается. Видимо, неплохо получалось у всех участников посадской команды «Мегалеон», потому что им досталась награда турнира «Весенние лучики». Оксана Мирошникова, Илья Халяпин, программа «События».